здравствуйте дамы и господа я хочу сегодня рассказать вам очередную армейскую историю но эта история касается не меня историю рассказал мне один парень у которого старший брат служил в армии в общем все запутано но важно не это важно сама история заранее хочу сказать вам что я очень сильно надеюсь что эта история к реальности не имеет никакого отношения и это просто порождение человеческой фантазии в общем история короткая но довольно таки страшная я бы сказал но по крайней мере она показалась мне жуткой во время службы стоял в карауле человек рассказавший эту историю он был в наряде но важно не это необходимо ему было всю ночь находиться в закрытом помещении в которое время от времени забегал старослужащий в звании старшины и проверял спит боец или нет в этом помещении было два выхода один вел на улицу а второй в подвал и дверь в подвал всегда была заперта и значит где-то в ночи когда этот боец рассказавший историю находился в наряде уже прошло несколько часов как он вел службу зашел старшина проверил все ли на месте и ушел ну и этот боец постоял чуток и завалился спать думал что уже никто не зайдет там стол стоял у него так как за время службы научился определять когда приходит этот старшина когда нет но примерно отметил себе временной промежуток и решил немножко дремануть лежит он на столе и слышит как в дверь из подвала кто-то скребется то ли стучится то ли там скребется непонятные звуки в общем сначала внимание не обратил но естественно первая мысль которая пришла разумному человеку в голову что это крысы так как подвал где могут прятаться крысы но скорее всего в подвале чтобы оттуда потом совершать вылазки воровать еду и уже свое крысиное потомство и своих сородичей крысиных там содержать в подвале но потом уже вроде как он слышал что явно начали в эту дверь стучать подошел он к двери в подвал ну хотя знал что в по идее никто оттуда стучать не может но спросил мол кто ответа нету стучаться еще громче стали ночь выходить на улицу нельзя наряд да и вокруг все равно никого нет с той стороны потихоньку начали вовсе ломиться в дверь боец уже начал как говорится как от кирпичами подпер столом дверь сел на стол для верности ну и ждет что будет дальше выходить нельзя трусость свою боец показывать тоже не имеет права хоть и страшно было ему ну а там не успокаиваются уже вроде как даже бросаются на дверь все сильнее и сильнее ну так и просидел он часа три пока ломиться не прекратили это уже было дело к рассвету вот если примерно в полночь ломиться начали три или четыре часа он просидел мы примерно грубо говоря около трех или четырех утра было приходит этот старшина видит к двери приставлен стол на нем сидит солдат охеревший от страха ну и спрашивает что опять в дверь кто-то ломился боец отвечает да ломились вот потом часа три ничего не было ну боец спрашивает мол что за херня старшина говорит что да не переживай мол это нормы тут по постоянно такая херня случается якобы военная часть стоит на месте старого кладбища из подвала горит можно выйти в местные катакомбы вот но от себя по этой истории добавлю что история как я упомянул в начале видео рассказано старшим братом своему младшему брату ну мы же понимаем что что старшие братья всегда пугают младших в принципе я очень надеюсь на то что это выдуманная история хотя то оттуда то оттуда слышишь истории всякие такие которые наводят на определенные размышления да да и некоторые люди которые рассказывают всякие истории такие мистического характера скажем так они но глядя на них как-то видно по их поведению по их манере говорить что будто бы они не сомневаются совправдивости рассказанных ими истории но мы с вами все-таки будем надеяться на то что это страшилка рассказанная старшим братом младшему брату если кто-либо встретиться с чем-то подобным в реальной жизни хотя я очень надеюсь что ни с кем из вас и из моих близких и со мной такого не произойдет но тем не менее если вдруг что-либо где-либо нечто подобное случится рекомендую произнести иисусову молитву звучит она так господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного или меня грешную аминь на этом я видео буду заканчивать ребята пока ставьте лайки подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые ролики